Калмыцкий чай – это легенда напиток, который сопровождал калмыцкий народ с далеких времен. Он давал ему силы, утолял жажду и давал надежду на будущее. В чем сила калмыцкого чая? Все полезное для жизни человека содержит этот священный напиток. В нем есть молоко, которое содержит соль и кальция. В нем есть масло, которое насыщает организм, дает силу. В нем есть соль. В жару обычно калмыцы всегда пили калмыцкий чай, потому что меньше потели, так как там содержится соль, которая задерживает воду. Я варю по рецепту моей матери. Вставлю кастрюлю с водой, довожу воду до теплого состояния. Затем бросаю по своему усмотрению заварку. Плиточный калмыцкий чай. Почему я в теплую воду? Потому что в теплой воде хорошо расправляются листья чая и дают приятный цвет. Кипит вода с заваркой не более одной минуты, потому что если чуть больше, чай может горчить. Закипел мой чай, начинаю вливать молоко по усмотрению. И обязательно этот чай должен иметь матовый цвет. Не зря калмыки говорят улан-занднця. После варки, когда у меня молоко или чай будет чуть пениться, но не кипеть. Я снимаю его, процеживаю через сито и начинаю добавлять сюда масло, соль, лавровый лист и орех. Затем работаю половником. Я говорю такие слова. Чай готов и я могу разливать. Если в семейной чаепитии, конечно, чай подается старшему, отцу, матери, дядям, тетям. Бывает, приходят гости. Если гости, соседи, их тоже воспринимают с большим уважением. Наливают чай в пиалу, две трети и держат так, чтобы четыре пальца поддерживали пиалу со дна, а два больших по краю. И обязательно должны мы в это время чувствовать, что мы хозяева, что мы добрые люди и чай попадает в добрые руки. Мне, когда шансы не забыли, что я не забыли, что я не забыли, что я не забыли. Я не забыли, что я не забыли, что я не забыли. Я забыли, что я не забыли.